В зависимости от страны эту игру называют по-разному. В Швеции она получила название напольной бенди, в США именуется флор-хоккей, а в России закрепилось название флор-бол. Флор-бол – это разновидность хоккея. Не так давно она пришла в спорт. Это все, наверное, придумали студенты шведские, были они в Канаде, увидели, как НХЛ в межсезонье играет ничем, клюшками, своеобразным мячом мы привезли в Швецию, начали культивировать, развивать инвентарь. Сейчас они – это лидеры флор-бола, это то, что они поднимали. Это Швеция, Финляндия, Швейцария, Чехия, Латвия. То есть даже страны Фрибалтики хорошо себя чувствуют на мировой арене. И что мы сейчас видим, это 35 лет работы Международной Федерации. Дата 12 апреля рождения Федерации, наверное, тоже о многом говорит. Такой специфический вид спорта, интересный, очень динамичный. У нас бортики наподобие шайбы, но они у нас немножко пониже, 50 сантиметров высотой. Что дает игре момент такой динамичности, скорости. Мяч очень быстро передвигается. Характеристики мяча, да, то есть это вообще, что можно сделать с мячом. И какие-то фристайлы присутствуют в игре, и скорость мяча, и щелчки, и броски. Клюшка тоже разного уровня бывает, и профессиональная здесь, и любительская. Здесь большой выбор их. Это борта, это, я думаю, то, что без чего игра бы не была бы такой интенсивной, как бы не катался мяч, ну, и не было бы такой вот азартной борьбы, когда отскок непредсказуем. Проходят чемпионаты мира каждые два года, и женский, и мужской, и U19, U16, все это играют. Также есть чемпионаты, спецчемпионаты, это спешл олимпик входит, флорболл спешл олимпикс. Специальная олимпиада – крупнейшая в мире спортивная организация для детей и взрослых с ограниченными интеллектуальными и физическими возможностями. Соревнования спешл олимпикс проводятся каждый день по всему миру, включая местные, национальные и региональные состязания. Это более 100 тысяч мероприятий в год. В России, ну, если мне не изменяет память, то уже, наверное, 98-й год – это основание клуба «Нижегородь». Я вот запомнил, у них эмблема такая – это наш соперник, оппонент в нашем чемпионате, чемпионате России. Вот, «Помор» – очень такая серьезная команда. Это вот основоположники флорбола в России. Ну, где-то с 2000-х годов это все, ну, так вот развивается. Мужчины – это воспитанники, да, мои воспитанники. Кто-то пришел из хоккея с мячом, да. Все ребята, ну, разного возраста. Я играющий тренер, вот, то есть у меня, получается, так, две функции. Вот, ну, в основном сейчас отдаю предпочтение на тренерском, да, мостике, занимаюсь ребятами. Вот, команда одна мужская у нас, серьезная в городе, ну, она единственная, поэтому мы выступаем на чемпионате России. Вот, есть также средний возраст, да, это ребята уже помладше, которые, ну, только-только подходят к основной сборной. Шесть команд – это у нас 2009-2010 год, это вообще юные спортсмены, которые мы вот начали развивать, культивировать, это с того года начали играть чемпионат города. Мужская сборная команды Ульяновской области по флорболу с гордостью носит имя «Солнечные орлы». Название неспроста. Во-первых, отсылка к территориальной принадлежности. «Солнечный орел» – птица, обитающая только в нашем регионе, занесена в «Красную книгу». Во-вторых, двойное название, как у команд в НХЛ. Познакомьте нас с основными правилами вообще игры. Чем они отличаются от хоккея? Помимо того, что клюшка другая, там, мячик другой, бортики другие. То есть правила как-то отличаются вообще? Ну, правила здесь, наверное, больше направлены на технические способности игроков. Большой такой, грубой игры у нас нету. Нельзя встречать корпус оппонента. Нельзя высоко поднимать клюшку. Нельзя играть рукой самое основное. Нельзя, чтобы… Ну, играть головой, естественно. Прыгать. Это такое самое странное для всех правило. Нельзя прыгать. Вот. Насколько прыгать нельзя? Вообще нельзя прыгать. То есть у нас все на полу. Кроссовки должны стоять на полу, да. Ну, можно подниматься на носочках, но в порыве игры, там, в моменте игры можно, ну, просто не заметить и, там, не обладая какими-то, ну, способностями, да. То есть, если новичок, ну, он может подпрыгнуть, да, идет свисток. Вот у нас мы играем городской чемпионат среди мужчин, вот, то есть приходят хоккеисты, и вот на первых играх они начинают, ну, прыгают, у них, ну, там, разрешено. Вот, хоккей с мячом ребят приходят, играют, вот, то есть, ну, удивляются. Ну, потом привыкают, как бы, ну, это правило тоже для безопасности, потому что у нас никакой защитной копировки на игроке, полевом игроке нету. Только вот шорты, майка, гетры, все, кроссовки. У нас есть борьба на борту, плечо в плечо, но нельзя встречать игрока в тело. Основное правило, ну, больше забить, чем соперник, это, наверное, во всех игровых видах спорта. А ногой играть можно? Ногой можно отдать пас. Как мне не изменяет память, наверное, одно касание должно быть ногой, да. Да, разрешено передачу сделать партнеру. Раньше ее нельзя было делать, то есть, опять же, да, к слову о развитии, опять же, федерация мировая идет на все возможное, чтобы этот вид спорта стал более доступен в плане, чтобы его можно было смотреть и двигает его вот в олимпийскую семью. Давайте поговорим о, в принципе, главном, чем отличается флормол, это клюшка. Я знаю, что вообще их подбирают под рост, то есть, вот эта клюшка и мяч, это прям очень щепетильно нужно к этому вопросу подходить, да? Ну, здесь по возможностям, да. Мяч у нас один, единственный, как бы, момент такой, что, ну, есть фирмы разные, а так это 23 грамма и 26 отверстий. Вот, это придает мячу, ну, динамику, да, может сила броска изменить направление мяча, да, полеты мяча. Ну, то есть, здесь интересно в том, что он не летит, как топор, да, в воду, а здесь, ну, такой динамичный момент имеет. Сама клюшка состоит у нас из трех частей, это перо, крюк, да, перо он называет. Он сменный, вот тут можно менять любой, но только по правилам можно одинаковой фирмы. Сейчас штрафую, да. Фирма крюка одинакова с фирмой рукоятки, да, это рукоятка, палка, да, там, как мы ее называем. Это вот обмотка, изолента, там, кто как ее называет, вот, шведы, хоккей с мячом, шведы, да, и наши ребята используют ее и для клюшек, для мяча. То есть, она такая универсальная, вот. Длина отличается, ну, да, по росту убирают себе жесткость, это тоже, чем, ну, как, сильнее игрок, тем жестче клюшка у него. То есть, получается, они ломаются, нужно несколько иметь запасных, да? Ну, по возможности, да, ну, тут, опять же, ценовая политика. Да, что по ценам? Насколько это дорого вообще? Насколько дорого заниматься флорболом? Ну, знаете, основное, это, наверное, клюшка, да, то есть, у нас они, вот, ну, порядка, там, 4-5 тысяч. То есть, это такая хорошая, добротная клюшка, ну, да, дорогая, но клюшка с мячом, мне кажется, стоит дороже, вот. И шайбовая тоже самое. Ну, здесь, ну, инвентарь, это, вот, все, что нужно, это, вот, клюшка, ну, и хорошие кроссовки. Все, здесь остальное, ну, так, это второстепенно. А ворота чем-то отличаются? Ворота тоже из карбона, и клюшка тоже, да, карбон, вот, это, ну, как, прогрессирующий такой материал, да? Облегченные ворота, чтобы не накрывал вратаря, они двигаются, то есть, это не травмоопасно. Если здесь прикручены, ты врезался в штангу и остался в этой штанге футбольные ворота, да, а вот эти двигаются вместе с тобой, и... Ну, есть у вас один игрок без клюшки, это голкипер, да? То есть, минимума какая функция? Тоже, он постоянно на коленках. Ну, да, там у нас хорошие наколенники, то есть, работа идет на, именно на коленях, всю игру, да, он передвигается. Это техники у вратарей тоже там, ну, различные, это тоже в процессе обучения все приходит, в процессе игр, вот. Ну, а шлем, естественно, защита на грудь, руки защита, бедра, колени, все это защищено кофтами, да, поролон, то есть, шлем, вы видели, да, наподобие хоккей-шайбы, но только слоев, слоев шлема меньше, он легче. Вратарь – это дорогое, дорогое удовольствие, ну, в плане того, что, ну, по доступности, да, то есть, если одеть вратаря, вот он только пришел, а он даже еще не понимает, что ему больно, да, ну, там, можно 7, там, 8, это без шлема, ну, и плюс шлем, там, тысячи три, там, ну, в 10 тысяч можно вложить. А профессиональная, ну, такая уже более, где-то тебе бросают сильнее, то есть, уже там, ну, можно и 15 потратить. Какое-то напольное покрытие, оно специфическое должно быть? Самое главное, что, типа, только не лед? Ну, только не лед, знаете, если брать уровень любительский, да, то мы играем, можем играть на всем, на деревянном полу в школе, на траве вот мелкой, да, на прорезиненных дворовых площадках, то есть, здесь универсально, если это любительский. Если мы, то есть, тренировочный уровень, да, то есть, видите, мы играем на техническом линолеуме, там, ну, это более удобно, чем ламинат. То есть, хорошее покрытие – это хорошая, быстрая игра. Да, да, собираются в одном месте, играют, ну, то есть, тур, у нас на тур делится чемпионат, и мы выявляем победителя по истечению, там, четырех туров. Ну, то есть, у нас только чемпионаты России по большому есть, у нас нет чемпионата ПФО, там… Межрегиональные турниры, вот, есть аналогия, вот, что касается ПФО, ну, это вот есть в мыслях, в идеях, то есть, создать такую базу, где можно будет пригласить, пригласить команд, обозвать вот это, да, назвать это ПФО, или каким-то региональным, федеративным, да, таким этим названием, и чему нет, да, ну, это в планах. Пока финансирование не позволяет этого сделать, да, лишний раз на турнирчики, то есть, вот, ну, стараешься сделать так, чтобы максимально сложные турниры, поехать и там уже, ну, показать, ну, все, что ты умеешь, вот. Да, чемпионат России тоже хорошая школа, вот, чем больше команд будет, у нас, я говорю, за два года, вот, у нас, за три года выросло число команд, вот, до 16. В марте мы принимали один из турниров чемпионата, насколько я знаю, да, ПФО? А, был второй тур, да. Да, то есть, получается, на фоне тех же самых соседей Самары-Казань мы, в принципе, на достойном уровне сейчас находимся, раз мы и принимали чемпионат, или как-то это просто так удача? Ну, это неудача, это все равно работа руководства федерации, это работа не только, совместная работа еще из федерации всероссийской. Самара-Казань развивает в большей степени детей, вот, то есть, взрослые команды, они не выставляют на турниры, да, у них там есть команды плюс 15, 15, то есть, 15 плюс, то есть, это еще не мужики, да, но и уже не дети, вот, ну, в Самаре есть чемпионат свой городской тоже, региону, по соседям, ну, нельзя так сказать, у нас вот акцент сделан на то, чтобы, как я вижу, что была команда, да, взрослая, чтобы дети тянулись туда, в нее, в эту команду, ходили не просто так. А почему флорбол не такой популярный? Почему люди выбирают футбол, хоккей, вот, на ваш взгляд, и каким флорбол будет через 10 лет? Ну, почему не популярен, да, ответ такой, наверное, о нем не все слышали, играют во флорбол, ну, на пальцах, да, можно пересчитать, вот, ну, можно даже где-то и ноги затронуть, да, то есть, уже больше 10 таких хороших команд, и детских, и взрослых, вот, у нас две лиги, высшая первая лига, там, по 8 команд, вот, но регионов мало, вот, возможно, это какое-то, ну, такое, нехорошее, да, влияние имеет на флорбол, вот, ну, наверное, ну, да, популярность, популярность, только все развивается. Ну, что нужно сделать для того, чтобы он стал популярен? Возможно, внедрять в образовательные программы детские сады, у нас коллеги с Архангельска, да, работают по детским садам уже давно, и поэтому у них высокий результат, ну, из-за, да, один из ключевых моментов высоких результатов, это вот, работа с детьми с детского сада. Развитие в регионе, да, то же самое, то есть, это состав сборных, ну, точнее, содержание сборных, да, то есть, это мы комплектуем команды, люди ездят, знают, то есть, мы к этому идем, но, такое, ну, как бы, как сказать, если это сделать в каждой области, не широкая огласка, да, то есть, программу про нас не снимали, Ну, да, даже по телевизору не показывают даже какие-то дни, да, то есть, это еще, понимаете, то есть, в Европе, мы ездили в Европу, нам дали такую возможность, то есть, как бы, мы посетили лагерь, спортивный лагерь по флорболу, вот, ну, понимаете, там, это, ну, то же самое, как хоккей, да, с мячом, хоккей-шайбой, там то же самое и флорбол, То есть, это всем знакомо, в это все играют, это развивается. Сейчас вот следующий виток этого развития, это по договоренностям, да, по всевозможным, это строительство флока для флорбола, вот, на территории 51-й школы, вот, у нас на 19-м микрорайоне, это очень важный шаг для того, чтобы и охватить район, где очень много детей, там, порядка 10 тысяч населения, и детей очень много, там, 6 детских садов, 3 школы рядом, да, то есть, в одном, новый микрорайон, пожалуйста. Мы хотим попробовать зайти в детские сады, да, то есть, уже есть договоренности, есть возможности. Такой человек, икона флорбола вообще. Ну, их много, их много. Ну, такие вот самые яркие имена. Не знаю, вот, ну, вот последнее, что приходит на ум сейчас, это Мико Коханин, финн, он закончил в этом году игровую карьеру, тренирует сейчас команду шведскую, финн шведской, вот, проиграл много, поиграл много, да, в Швеции, самой Швеции, в команде, а так он, по-моему, четырехкратный чемпион мира. Я видела, что вот среди ребят есть девушки, то есть, вообще, женский флорбол даже на уровне России. Есть, да, есть чемпионат России, да, к сожалению, не так много команд, как хотелось бы, но есть, есть женский чемпионат мира. Все так же, как и мужчин, абсолютно, то есть, ну, там, естественно, специфика подготовки там уже своя. В планах она должна расти, но, опять же, должны прийти тренера, которые девочками будут заниматься, вот, то есть, ну, ждем, ждем, учатся ребята, работают над этим, да, то есть, сейчас много юных тренеров, молодых тренеров, которые, вот, сами недавно были спортсмены и продолжают являться спортсменами, составляют костяк команды. У нас нет в планах набирать женскую команду? У нас есть девочки за Волгой, Алексей Николаевич Назаров работает с девочками, он, ну, можно сказать, альтруист такой, да, он учитель физкультуры, который работает с девочками, неплохо занимается. Они у нас выступают в категории девятый, десятый, одиннадцатый год рождения и неплохо уступают, создают конкуренцию и поморовцам, да, то есть, архангельцам, и, значит, Питеру, Москве, то есть, ну. Как трус не играет в хоккей, так и флорболист каким должен быть? То есть, три основных качества флорболиста. Скорость, ну, знаете, специальная, да, скорость, не силовая такая подготовка. Это ум, тактика, обязательно должно быть, ну, и, как все спортсмены, должна быть дисциплина. Мы начинаем тайм, период, да, у нас три периода по 20 минут, мы об этом и говорили, скажем, вот, есть чистое время, есть грязное время, длится долго игра. Мы ставим клюшки по сигналу судьи, значит, мы забираем мяч и начинается игра. На первых занятиях по флорболу новички сначала определяют ведущую руку, чтобы научиться правильно держать клюшку. Зависит хват от того, правша ты или левша. То есть, вот это наш основной прием, да, как мы держим клюшку. То есть, отсюда мы можем уже давать дриблинг и отсюда же мы начинаем учить броску. То есть, основной бросок, ну, самая такая, как бы, чаще встречающаяся, можно так сказать, это бросок из-под себя, то есть, движение. Так, и так, да, давайте, я научилась держать клюшку, типа, да. Мы научились держать клюшку, теперь вам нужно научиться двигать мяч. То есть, вот, ну, поработать с мячом. Если это движение, ну, вот такие короткие движения. А еще нужно научиться рабочей стойке флорболиста. Согнуты коленки, коленки, да, больные. Вот, то есть... Привет, артроз! Да, согнуты. Вот, руки, руки то же самое. У вас неправильно, почему, ну, у вас рядом они, ну, как вот, да, как и с мячом. То есть, для того, чтобы контролировать мяч. То есть, клюшка, вот эта рука, которая внизу, она держит клюшку, но не фиксирует ее. Мы не крутим, мы крутим только вот этой рукой. Помогаем. А это помогает нам, нам, просто держать мяч. Дальше, она чуть, да, значит, пониже быть. И вот эти пальцы, ну, постараться вот сейчас убирать, потому что они будут мешать. Дальше мы начинаем учить основной элемент игрового вид спорта передачи. Ага. Начинаем учить передачи, да, то есть вот мы встаем рядом с партнером, делаем движение. Отсюда разгоняем мяч и отпускаем его. А я его вот так ловлю. Дальше идет прием мяча, да. Ага. Прием мяча. Мы тоже должны уметь делать, чтобы... Пас. Прием мяча здесь. Раз, он прилип. Я не действую. Клюшечку под углом поставили, и он прилипнет. И отведите ее назад. О, ой, он катится. Катится. Его надо контролировать. Давайте еще. Вот движение. Пас. Клюшку назад. Вы представляете, вот мы сделаем 100 передач, вы уже будете играть. О, все у меня уже получается передач. Чем мягче ты принимаешь, тем отсюда можно и бросить. Отсюда можно отдать передачу, бросить. То есть, ну, сделать какие-то результативные действия. Как правило, во флорболе мяч нужно держать на клюшке. Основной элемент – контроль мяча и бросок. Что нужно сделать? Вот мы как учим, да. Ну, допустим, вот он вообще не умеет, да. Вот мы делаешь движение мяча назад, останавливаешь его. Ага. Делаешь небольшой шаг, да. Ага. Небольшой шаг и бросаешь. Сможем? Ну, это уже там третья-четвертая тренировка. Я поняла. А вот эти первые две-три, мы просто вот фишечки, фишечки. Вот так вот мы ходим, фишечки обладим. Вот, а теперь вы. Так, получается, я вот так вот. Нет, не той рукой. Да. Вот, согнули ноги. Посмотрели. Вот. А дальше движение. Туда дальше, но сильнее полетит. Да, ну ладно, сейчас я еще раз. Но ударять по мячу можно и на расстоянии. Удар такой мы тоже, ну, как бы, даем в начале, да. Просто по мячу. Просто вот. Стоит мяч, да. Он должен быть, ну, чуть-чуть впереди. То есть основной, как бы, основной элемент, да, это контроль мяча и бросок. То есть мячик мы отсюда двигаем. А здесь просто удар. Вот мы ставим мячи. Делаем к нему шаг небольшой. Опять же, шаг. Да, амортизация небольшая. И бьем не в мяч, а в пор. Служим вот сюда вот. Замахнуться в пол, ударить и продлить это движение. Ну-кась. Да, да, да. Но только по мячу. Ну, почти. Вот, подводящее упражнение к этому упражнению сложному, ну, технически сложному упражнению. Просто мы берем мяч, берем клюшку и просто разгоняем ее. Разгоняем и бьем. Просто разгоняем. Не поднимаем ничего. Просто бам туда. А потом уже мы привыкаем к удару к этому и даем следующее упражнение. Ну, то есть, следующий элемент, да, это уже. Вот, просто опустили. Посмотрите. Плечо вот это. Должно туда посмотреть. В ворот. Если оно не посмотрит, ну, будет тяжело попасть. Ну, допустим. Плюс руки. Вы должны руками направлять. У вас крюк сейчас смотрит в ту сторону. Поэтому вы туда бьете. Вот. О, вот так. Да. Дальше. Вот. Нужно шагнуть будет. Не просто. Да. Нужно шагнуть и натянуть клюшку. Да. Вот. Вот это. Главное в ударе по мячу – это точность. Ведь техника зависит от мастерства спортсмена. Кстати, этот 23-граммовый мячик может развивать скорость до 150 км в час. И вот так,�rey. Спасибо. Продолжение следует...